К сожалению, эти все международные договоренности на сегодняшний день не работают. Но Республика Беларусь показывает свою добрую волю, каждый раз проводя какие-то учения, какие-то действия, крупномасштабные маневры, она всегда придерживается тех договоренностей международных, которые были подписаны нашим руководством. И даже в случае, когда, допустим, численность превышает, мы всегда готовы и приглашаем международных наблюдателей, прежде всего военных атташе, но, к сожалению, не всегда приезжают и отвечают на эти приглашения. То есть игнорируют, к сожалению, Запад сегодня игнорирует все те договоренности по, скажем так, демилитаризации европейского континента, договоренности по поддержанию мира на европейском континенте. Но мы, мы всегда придерживаемся этих договоренностей, мы надежные партнеры, мы хотим добрососедских мирных отношений. Но в то же время наши вооруженные силы постоянно проводят комплекс мероприятий по совершенствованию боевой мобилизационной готовности, по совершенствованию готовности к действиям в различных условиях обстановки. И вот эта проводимая команда штабного учения, раз вы читали пресс-релиз, вы, наверное, заметили о том, какие цели ставятся на этом учении. Это в том числе и вопросы применения группировок беспилотных летательных аппаратов, что на сегодняшний день является одной из самых актуальных тем. Это и вопросы применения ракетных войск и артиллерии, контрбатарейной борьбы. Уже даже глава государства говорит на всех уровнях о том, что вот это на сегодняшний день главный вопрос. Наши вооруженные силы идут в ногу со временем, учатся тому, что необходимо сегодня на войне, на сегодняшней, на современной войне. И таким образом, по большому счету, мы держим порох сухим и показываем, опять же, всем людям, которые не хотят с нами дружить, что с нами с позиции силы разговаривать нельзя. Конечно, органам пограничной службы приходится нести службу в усиленном режиме. Мы всегда готовы к провокациям. Подразделения вооруженных сил также постоянно находятся в постоянной готовности. Вот в Бресте у нас дислоцируется 38-я десантно-штурмовая бригада. Буквально несколько дней 2-го числа мы праздновали день десантниковой сил специальных операций. Встречался я с командиром бригады, с командующим сил специальных операций. Обстановка сложная. Фактически, военнослужащие бригады постоянно находятся на участках усиления государственной границы. Ну, что тут говорить? Нам приходится держать в напряжении все свои силы для того, чтобы не допустить того, что случилось буквально и продолжается сегодня в той же Курской области.